Если Господь помог полубогам победить этих демонов, он спрашивает, подожди, подожди, он же ко всем одинаково хорошо относится. Почему он победил полубогам? Демонам будет точно такой же вопрос. Почему он на их стороне? Это же корысть. И Махаракшу Бадебага с вами, отвечая на этот вопрос, объясняет, с чем отличается привязанность или предвзятость Кришны от предвзятости нас с вами, кому-то или к чему-то. Обычно люди делят друзей и врагов в зависимости от того, как эти люди относятся к его телу. Вам вообще интересно, да? Да. Да, действительно. Смотрите, тело, причина, материальное тело, причина, причина вот этого предвзятости. Причина предвзятости. Потому что этому телу, у этого тела есть миллион сто тысяч сто восемь потребностей. Это я так наугаду. Оно это больше потребностей. Знаете, потребности есть. Оно все время что-то хочет потреблять. И, соответственно, вот те люди, те, ну то есть я не могу просто так вот, тело все время что-то хочет. Если кто-то делает то, что мое тело хочет, хороший человек. Это хороший человек. А если кто-то пытается забрать то, что мое тело хочет, это плохой человек. Вот и все. Получается, те, кто мои потребности тела убедителя, хорошие люди. Тонкого и грубого. Если кто-то на меня с любовью смотрит, хороший человек. А если с менностью, с подозрением, что он там говорит, плохой человек. Очень просто все. И поэтому смотрите-ка, если кто-то мне когда-то не положил добавку, да, доставая краса, потом, знаете, так еще с такой, с ехицей такой, а нету больше. Я буду помнить это всю жизнь. Всю жизнь. И даже если он будет там, знаете, гуру станет, да, я думаю, а я помню его. А он, кстати, не притворщик. Ну, потому что он такие неположения. Хотя людям очень трудно прощать. Хотя есть вот эти всякие психологические вещи, когда тренинги, когда люди говорят, надо там простить. На самом деле, очень сложно простить. Невозможно простить. В действительности, люди не прощают, они просто забывают о своих обидах. Просто человек забывает. Ну, там много же делал телевизор, интернет, дела. Он просто как бы отвлекается туда. Но если туда ему опять вот это принести, он вдруг обнаружит, что люди пишут мне письма тоже. Они говорят, я тут думал, я простил. Но тут опять я увидел это в своем сердце. На самом деле, не простил. Он просто забыл, что на него обиделся. Так вот, когда человек обижен из-за того, что кто-то не сделал так, кто не сделал в площадь, то вот эта вот обида не позволяет ему справедливо относиться к окружающим. Не позволяет. Он говорит, тем, кто мне друг, тем я буду мягом. Да? А тем, кто мне враг, я буду контрольного по-особому проверять. Да? Ну, в смысле. Значит, просто, да. Бошарный смысл, помню, бошарный смысл. Понятно, да? Теперь, может, Кришна точно такой же, у него есть любимчики. Есть любимчики, которым он как-то по-особому подыгрывает, а есть тех, кого он не любит. В том анекдоте про человека, который, знаете, ему не везет с людьми. Не везет. И он говорит, господи, ну почему же так? И сверху такой голос, ну не нравишься тебе, не нравишься. Понимаете? И первое, на что отвечаю, как отвечаю на этот вопрос Махараджи, потому что Махараджи Харикшита, что когда Бхагастаня говорит, пойми, у Кришны нет материального тела. Кришна, у Него нет потребностей, Ему не надо никого бояться. Он никого не боится, потому что Он всемогущий. У Него нет потребностей, потому что у Него все потребность самодостаточная. Поэтому у Него нет друзей-врагов. Нет друзей-врагов. Он не смотрит, вот тот мне не помолился, поэтому он враг. Я думаю, он без этого нормально живет. Этот не дал мне свечку, этот не дал мне было. Нет, он плохие люди, он так не относится. У Него все нормально со свечками и благородными. И с едой нормально, и с молитвами. Все хорошо у Него. Поэтому это никак не влияет на Его отношение к нам. Он вечно хорошо относится ко всем живым существам. Но проблема живых существам. Живые существа по-разному к Нему относятся. И как они относятся к Нему, Он отвечает соответственно. И если демонические живые существа, там, по демонам, что ведь, они поступали в гуде невежества, и Господь в ответ из любви к Нему, из хорошего отношения к Нему, Он позволяет им получить то, что они просили. Знаете, заказывали. Если они разобрались в меню и заказали что-то. Знаете, в ресторе лидийское. И потом, ну, это ваши проблемы. Я не планировал, ты же знал. Я же не знал, что так будет. Надо знать. Читай книги, чтобы я упал. Все написано. Понимаете, да? То есть Кришна не виноват. Он по-доброму ко всем относится. И доказательство к тому, что Его сердце всегда было словно ко всем. Когда эти люди, которые столько зла сделали, но так как они помнили о нем, независимо от того, что они сделали до того, они помнили о нем, момент, да, смерти, то Кришна отдали в их освобождение. Если бы он был бы комиссный, вот я бы всю жизнь выполнил. Если бы смерти, как бы он помнил, если бы никто-то не положил, что-то там, то, что я хотел. Кришна забыл, он не помнит это, он как бы, он обращает внимание на то хорошее, что этот человек делает. Он помнит о том, что он должен отвечать ему за людьми. И есть такая фраза, мне очень нравится. Кришна беспристрастно пристрастие. Это означает, что он готов быть пристрастным к любому, к любому, независимо, кто он был до этого, к любому человеку, который начинает к нему быть пристрастным. Господь сразу же начинает к нему быть пристрастным. И смотрите, почему Кришна по-особому относится к премьерам. Самый человек ко всем хорошо относится, просто мы мешаем ему, мы мешаем ему проявить всю свою заботу о нас. Он ходит вокруг нас кругами и говорит, ну давай, давайте его заботим. Он говорит, нет, я сам. И как маленькие дети иногда, он в каком-то возрасте присыпается, я сам. Вот это вот детское сознание, я сам. Он готов, вот готов вот так, он готов взять себя и свое сердце отдать этому человеку. Делать самое, что хочешь, да? Он говорит, не надо, я сам. Понимаете? И вот здесь живут существ. Смотрите, здесь живут существ. Кто становится преданным. Вот теперь вот, мы подходим к этому. Те, кто начинает говорить, что Бог – личность, вот. Бог, вот вчера, когда мы хорошо вам рассказывали, вот этот стиль, да, какая-то тоже, какая-то удача вообще, чтобы вот эта концепция Бога – личности, она посредилась в сердце живого существа. Если у кого-то вот это поселяется, и он начинает к Богу как личности обращаться, он говорит, тебя можно радовать, тебя нужно кормить, ты общаешься же с преданными. Как только кто-то начинает так делать, Кришна начинает проявлять свою заботу в полной мере. Он говорит, я готов жить для них. Они живут для меня, здесь описывают комментарии, что у кого-то почему к ним так относятся. Потому что чистые преданные не хотят ничего, кроме, кроме Кришны. Аня Белашна Шибьявни, нет других желаний. Поэтому у него нет никаких желаний. Садаго Хридаям Ахриам, Сидунам Хридаям, Ахам Матан Геаттына Джанан, Тинахам Тибьё, Таматтына. Это из той же главы стих. Он говорит, преданные всегда думают о проблемах, а я всегда думаю о них. Хорошая вещь, да, о чем думает Бог? Ну, не надо думать, как поддерживать этот мир. Это происходит автоматически. Он об этом думает, Оно само. О чем же он думает? О чем бы вы думали, если бы вы были любыми? Вот, а вот он думает об этом. Он думает о своих преданных. Теперь, смотрите, здесь описывают несколько категорий преданных. Первая категория – это Бхакты. Бхакты – это круто. Это они, а не думают, что шумил. Это люди, которые все свое сознание посвятили тому, чтобы думать о том, как удовлетворить Криш. Он приводит пример, что подорога с вами, дарага на мир, да? Все жительные духовного мира, того, как недавно, они пример, пример того, как они думают о его наслаждении. Это пример. И, естественно, он думает о них. И вот, если вот эти преданные рады, то Кришна рад. Вот об этом речь. Потому что они так с Нима, они так к Ниму относятся. Вторая категория преданных – это называется преданные-преданные. И они не преданные. Ну, в смысле, они еще не в духовном мире, нет. Они не в духовном мире. Им не светит духовный мир. Потому что если они ничего не меняют, жизнь не будет, им не светит духовный мир. Потому что они здесь живут. И здесь у них есть материальные привязанности какие-то, да? И шансов у них никогда нет. Даже если они вот в таком сознании эти, недопреданные, подойдут даже к Радхе, Кришне, да? Вот сегодня я стоял на приветствии в гошествии. И я молился Господу, Кришне. И тут у меня мысль пришла. Ты какому Кришне молишься? Видите, вчера Махадаш нас тут заедил, да? Что люди говорят там, Кришна, но все имеют в виду разные. Я задумывался, я какого Кришна имею в виду? Я сейчас с каким Кришном разговариваю? Представляете? И когда люди из шансов начинают изучать, у них вот вопросы появляются. А сейчас с какого, с каким Кришной разговариваю? Понимаете, да? Если мы будем сами с Кришной разговаривать, вот с этим вот материальным представлением о нем, то никакого духовного мира не светит. Не светит никакого духовного мира. Потому что мы не умеем с ним общаться. Мы как-то с ним общаемся, и даже какой-то эффект есть. И даже мы испытываем что-то. Я не скажу, что я вообще ничего не испытываю. Знаете, я что-то испытываю. Вот и все. Вот и весь экстаз на данном этапе. Нормально? Что-то мало. Потому что ты такой сознания. Так, у тебя такое сознание, такое понимание Бога. Вот, пожалуйста, это счастье, общение с Богом, происходящее из такого понимания. Мало сознания. Поэтому такие люди не могут. Такие люди не могут с Кришной нормально общаться. И как бы Кришна не отдает свое сердце таким людям. Поэтому я разрешила группа напишить в комментарии, что человеку необходимо стать преданным. Ну, преданным. Не свое сознание Кришны культивирует, а широкоупады сознания Кришны культивирует. То есть брать сознание Кришны в руку, широкоупады, и пытаться учиться вот у них сознанием Кришны. И когда у человека, пусть у него еще там куча материальных всяких фонар, да, но если он мечтает следовать за чистым преданным, он попадает в ту же самую категорию, что чистый преданным. Кришна в этом стихе говорит, что я также отдалю ему свое сердце. То есть если вы видите чистый преданным, если вы видите людей, которые идут за чистыми преданными, это особые люди. Это все сверх особые люди. Кришна к ним по-особому относится. С теми, кто в акт, и он с ними вообще в обнимку, а с теми, которые за в актами следуют, он лично все устраивает в их жизни и помогает, он вытаскивает их из этого материального мира. Об этом он говорит в 12 главе, 7 стих Багового Дмитра. Очень быстро, если преданным, вытаскивают из дуны природы. Мы уже читали тут вчера этот стих. Есть еще одна категория преданных. Смотрите, у нас получилось две. Об этих двух идут речь в этом стихе. Это Багты и Багты Джаны. А есть еще какая категория? Посмотрите, есть чистые преданные. Есть те, которые стремятся к чистой преданности. Соответственно, кто еще остался? Багты, которые не стремятся к чистой преданности. Материалистичные преданные. Может, к ним надо плохо относиться? Но Ближний говорит, 7-го Галеба Габагиты, про 4-х типов правильных людей, он говорит, это эти люди дороги мне. Конечно, больше из них, 4-х, больше из них дорог, тот, кто мудрец, который понимает меня, кто знает меня, он больше дорог. Но если четверо, эти трое тоже недороги. То есть получается, любой человек, который относится к Богу к отличности, становится по-особому к нему, по-особому, он к нему по-особому относится. Это особые люди. Конечно, среди них тоже есть степень. А те, кто бахты, это самое. Те, кто бахты, жаны, тоже категория отличаются. Но даже если он материалистичный, премиум, он может не так дорог, как чистый премиум, но он так же дорог, и к нему по-особому относится. Но сердце у кого, Кришна держит, терпит. Ну а здесь третий, третий тоже чуть-чуть, по-особому нужно относится. Зачем я это все вам рассказываю, премиум? Если мы говорим, что мы премиум Кришны, вы же так говорите, да? То мы должны, если мы собираемся быть чистым, премиум Кришны. Чистый премиум – это тот, кто интересуется, что Кришне нравится. Понимаете? Не чистый премиум, он не интересуется, что Кришне нравится, он интересуется, что у Кришны в карманах лежит. Ему нравится, пошарить в карманах. А мне вот это, дай. Вот. Но чистый премиум интересуется, не, не чистый премиум тоже немного интересуется, потому что если, ну, расстроить Кришну, он не даст то, что у него в карманах. Это немного он тоже интересуется. Но особенно чистый премиум интересуется, что нравится Кришне. И, соответственно, он говорит здесь, как он смотрит на них. То есть мы кредами, мы должны смотреть на мир глазами Кришны. Мы должны иметь те же ценности, которые имеет Кришна. И Кришна говорит здесь, что Ему ценно, что Он ценит в людях. Он в людях ценит Бхакти. И там, где много Бхакти, Он вообще готов видеть лично отдать Себя этому человеку. И если так видит Бог, Кришна, а мы Кришна это, то, похоже, нам тоже нужно это замечать людям. Сейчас я что замечаю? Приданные приходят, приходят преданные, заходят в алтарь. И я смотрю на них. Длинный, короткий, нос не тот, уши не те. Этот на меня так посмотрел, этот так. Вот этот дал мне пирожок хороший преданный, вот продвинутый преданный. В таком основе дал мне пирожок, продвинутый преданный. Этот забрал мне пирожок, или продвинутый преданный. Этот проставляет меня серьезный преданный. хорошие. Надо дать им афициацию. Это почему-то не прославляет меня. Даже на мои лекции не ходят. Похоже, они это преданы. Вообще, притворщик. Какое основание моих решений? Как он ко мне, как к моему телу относится? Если мы так будем размышлять, то это называется парадха. Это парадха называется. И Кришне так не нравится. Он не так смотрит. Если бы Кришна смотрел на все эти вещи, я не знаю, чем все кончилось. Кришна смотрит в предыдух, и нам надо, значит, замечать не то, куда он мне пирожок линеет. Надо замечать, есть там бхахти. Бхахти — это сложная вещь. Это непривычно. Он настроен не на бхахти искать людей. Он настроен на приятный-неприятный для них чувств. Вот так он судит. Вот так как мы пытаемся быть чистыми предами, давайте разум включать. Давайте сознательно подходить и присматриваться. Как мы поймем преданные? Преданные или нет? Преданные или нет? Почему не мишень? Шахрай? На лекции сидит, слушает, мы смотрим. Мы смотрим, что он смотрит на Алтай, смотрит, как будто там что-то видит. Он говорит, что преданный? Он говорит, что я преданный. Силенок ухатхимал, это непрестижный, нормальный. Нормальный, если престижный. Может, другую люди не выбрал. А преданность? Похоже, есть там преданность. Чистая преданность, нечистая, как поймем. По качествам. Какое самое главное качество, чтобы понять? Чистый преданность? Сверение. Нет. 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 Это высокий уровень. Но может он, может, вы ж не знаете, потому что он работает над завистью. Следует за Гуру или не следует за него. Если у него есть бахта, за которую он следует, то он чисто прядет. Бахта жанра. Смотрите, как не так сложно, да, но обращаю внимание. Просто смотрю, что он и не хвалит. Похоже, непреятно. Но если я присмотрюсь, отброшу вот этого, да, свое материальное видение, так это же прядет. Теперь смотрите, почему нам важно так относиться. И если этот человек преданность, то внутри я должен испытывать уважение за это к нему. Непривычно, для ума непривычно. Но мы же сознательно, он говорит, пусть ума спущается. Ну, за что его уважать? Он говорит, слышь, ум. Значит, слушай, сюда. Значит, Кришне это нравится, ты понял? Ну, значит, и нам нравится. Ну, ладно, ладно, ладно. Хороший человек, все, хороший человек. Понимаете, да? Сознательно. Если вижу преданность, внутри, сознательно, я говорю, этот человек хороший. Теперь смотрите, что дает, если мы будем правильно относиться к преданным, если мы правильно относимся к преданным, что дает нам общение с преданным. Я хотел историю привести, как ценят преданные других преданных. Ну, во-первых, потому что не Кришне нравится. Но еще какая выгодная нам от преданных, я сейчас так скажу. Однажды Харидаска Кур. По-моему, это был момент, когда Маха Пракашвила, когда Господь Чичитарько, который проявлял формы, он же источник всех форм, да, он проявлял формы, которые больше всего нравились его преданным, на которые они медитировали. И Харидаска Кур тоже в этот момент присутствовал. Он говорит, помнишь, Харидаск, тебя били на двадцати дней площадях? Он говорит, ну, кто ж забудет? Ясно делал. Господь показал ему, говорит, я, только они стали тебя бить, а я же молю сердцу Харидаска, да? Вот, я не могу просто так этому относить человеческую скорость. И он, естественно, появился там, чтобы защитить его от этих мучителей. И он хотел, ну, им помочь, ну, сменить тело, чтобы они совершали эти греховные действия. Вот. Но он не мог это сделать, потому что Харидас молился за них. С одной стороны, он не мог их сменить тело, с другой стороны, он не мог смотреть, как они убивают его премию. Поэтому его сердце не выдержало, он просто лег на спину Харидаска. И все побои достались Господу читания. И в этот момент он показал, Господь читания показал спину Харидаску, и там эти рубцы, эти побои. Харидас, естественно, потерял сознание, осознавая, насколько Господь любит его. И Господь говорит, что Харидас попросил ничего ему. Попроси. Это личное дело у Господа. Он всегда любит, знаете, так вот. Ну, ну, ты что, не попросил меня, а? Ну. И он говорит, что я ничего не хочу, не надо ничего. Нет, нет, надо попросить. Надо попросить. Мне ничего не надо. А, не спросите, это же его. Ну. Вот куда вот, с Богом? Надо как-то придумывать, как служить. Если я не попрошу ничего, я расстрою Господа, я не могу расстроить Господа. Надо просить. А что просить? И Харидаска ходит. Он говорит, ты просил меня, Господь, мне ничего не надо, я вижу тебя, что мне еще надо. Харидас, попроси еще нибудь, а? Он говорит, Господь, мне нужна одна вещь. Одна вещь. Вот знаешь, кем бы я не родился, вот. Скорее всего, я опять не приду зарождаться здесь. Вот. Я же грешный человек. Так думает, да? Он думает, я достойный освобождение. Я чист. Он говорит, я ваший человек. Пожалуйста, устрои так, что в следующей жизни я родился насекомым. Ваня Тривкэдми. Чтобы я мог пить черенаблетом. Преданным. И потом Харидаска. Ну, наверное, это я как-то слишком погорячился Господь. Очень возвышенное желание. Я не достоин просить такого. Знаете, он говорит, можно быть на снякому в бане преданным? Он говорит, ну это как-то я не достоин этого. Я спохватился. Я не достоин этого. Это слишком возвышенное благословение. Вот. И во сколько говорит Харидас? Ты с ним сверили? Он вбиваешь меня просто. Ты вбиваешь меня. Ты душу из меня вынимаешь, с ним сверили. Ну, почему же Харидас так ценит преданным? Почему он так ценит преданным? Знаете, чистый предан, почему он так ценит? И что дают нам преданным? Смотрите, сейчас я выйду. Блага, которые дают нам преданным. Намаскарим. Первая вещь. Если мы, когда мы общаемся с преданными, это дает нам возможность чувствовать Кришну. Чувствовать. Потому что Кришна говорит, Я не на Вайкунхе. Я не сердце любительующих елок. Я там, где мои чистые преданные будут Кришны. Как мне вот звук. Приходите там, где чистый преданный будет Кришна. Я тут вот хоть режь. Кришна везде, да? То есть такая атмосфера Кришны здесь присутствует. Поэтому благодаря преданным мы можем ощутить присутствие Кришны. Без них нет. Без них не можно. Вторая вещь. Что благодаря преданным мы можем увидеть, какой Кришна. Потому что, когда преданные общаются с Кришной, они принимают все его качества. Ясиасте бхакти, бхагаватиа кинчина, сарвай гунай с татра, са масат и сурад. Что преданное обладает всеми лучшими качествами у богов. Это как бы вы говорите, что есть еще не лучшие качества. А у богов. Все лучшие качества у богов. Откуда он их берет? Это просто Кришна хороший человек, понимаете? Он очень хороший человек. Сегодня нам Гора Халипра, да, рассказывали, да? Так что, как он ведет себя, да, он любит его адресство, и его поведение визит. Он всегда, очень, на его сердце готово заражается. Да? Ну а как мы его увидим? Мы же не увидели. Мы читали про высого старика, страшные сказки, про то, что он такой грозный, такой, знаете, как-то страшно очень сильно. Может, он и такой. Может, у меня есть опыт. Старший у меня всегда сровый, какие-то, в армии, в школе, да? И когда мы видим старший, я сразу так съеживаюсь, да? Такой негативный опыт, в зависимости от старшего. Но когда мы видим преданного, который ведет себя так, как ведет себя Кришна, у нас начинает, думаю, очаровываться, начинает. Он начинает очаровываться, начинает понимать, не слушай, но предаваться-то здорово. Предаваться-то вообще очень выгодно. Такой любящий человек, он больше меня думает о том, как мне злилось хорошо. Это только благодаря Вашнаву мы можем увидеть качество Кришны. Третья вещь, которая дает нам общение с Кришны. Это что благодаря общению с Кришны мы сможем с вами очистить свое сердце. Когда чистые Кришны обсуждают Кришны, происходят три вещи. Первая вещь, человек избавляется от материальных привязанностей. Тричное прошивое там. Он просто, да тут такое дают, давна-то после. Вторая вещь, у него пропадает зависть. Другим живым существам. У него так много, почему мне мало. Нет, соревнования пропадают. И третья, у него пропадает страх. Три вещи происходят, когда человек вместо чистого Кришны есть. И последнее, что дает нам общение с чистыми преданными. То, что когда мы общаемся с преданными, то мы можем... Бог далеко, еще непонятно, как для него предложить этот цветок, дай мне. Но когда мы делаем что-то для преданных, это то же самое, что мы делаем что-то для Кришны. Мы можем непосредственно служить Кришне уже сейчас. Вот прямо сейчас мы руками, ногами, мозгами, способностями. Мы можем что-то делать для преданных. И в этот момент это то же самое, что Кришна на себя это принимает. Везде его ум. Его ум за преданных. Но все время за ними смотрит. Все время они думают. Если с преданным что-то происходит, если кто-то для преданных что-то делает, Кришна принимает это на свой счет. Баговодитель говорит, что тот из преданных, тот, кто проповедует, тот, кто помогает моим преданным понимать Баговодиту, он для того человека особый. Он мне служит. Я ему духовный мир сто процентов заберу. В семнадцатом году я говорю. Здорово, да? Так, смотрите, мы две-три вещи сами прошли. Первое. Почему Кришна по-особому относится к преданным? Почему? Почему он отдает свое сердце в их руках? Почему? Потому что преданные позволяют ему проявить суслу, любовь. Своим отношением. Вторая вещь. Если мы преданные, то мы должны так же смотреть, да? То есть что дает общение с преданными? Почему мы должны вот так к ним относиться по-особому? Да? Почему по-особому надо относиться? Потому что Кришна нас преданет. Отношение к Кришне. Во-первых, потому что мы Кришне это, и мы смотрим так, как Кришна смотрит. Почему еще? Помогает нам очистить сердце, нам оно надо. Помогает нам непосредственно служить Кришне через Ним. Да? Помогает почувствовать Бога, говорит, присутствовать. Увидеть Бога, говорит, присутствовать. Особые люди. Особые люди. Поэтому надо, надо к ним по-особому относиться. Согласен, нет? Теперь второй момент. А что ждать от преданных? Мы разобрали с ними только особую вещь. Как нужно к ним относиться? А второе, что нужно от них ждать? Потому что если мы ничего от них не ждем, это хорошо. Но если мы от них много чего ждем, вот вы же пришли сюда на лекцию, да? Вы же что-то ждете, наверное? Нет, все ждем. Знали? Да вы много чего ждете. Вы, да. То есть кто-то хочет, чтобы веселая лекция была. Кто-то хочет, чтобы... Кто вообще хочет лекция, да? Вы не ожидаете. Почему у вас нет ожиданий? И если я вам ваши ожидания не исполню почему-то, вы же расстроитесь, что ожидать от преданных? Да? То есть, вы пришли, а я говорю, знаете, лекции сегодня не будет. Кстати, сегодня просада тоже не будет. Ну что, вы расстроились? Вы что, все ждете, что ли, от преданных? У вас есть какие-то ожидания от преданных? Будьте осторожны. Потому что эти ожидания могут не исполниться, когда вы победите преданных. Что ждать надо от преданных, вы знаете? Да? Что надо от них, что от преданных ждать? Заботу. Заботу ждать? Минные ждетесь. А? Они должны служить. А мы-то чего от них должны ждать? Милости, это корысты. Уважения? Нет. Могут не дать. Ничего не ждать. Возможность служить. Единственное, единственное, в идеале, что мы должны ждать. Это пока не будет. Я сейчас сначала про идеал расскажу. Идеал. Идеал такой, что ничего не надо от них ждать, кроме вообще ничего не ждать, когда они не хотели сейчас на виду. Нужно ждать одну вещь, что они дают мне возможность им послужить. Подождите, подождите. Всегда можно послужить. Это не вопрос, дают, не дают. То есть всегда можно послужить, было бы желание. Теперь смотрите, что означает послужить преданным. Давайте разберемся в этих моментах. Итак, если у нас есть, ну правильно, если мы совершенно преданные, у нас нет никакой материальных всех желаний, то есть только одна вещь, что нужно с преданными делать, это служить преданным. И что значит служить преданным? Давайте посмотрим. Что преданным надо? Я как-то мог бы спросить, преданным тебе что надо? Что надо? Что надо? Вот ему, видите, ему нужно просто служение Кришне. Итак, преданному его интересует только служение. И если мы хотим послужить преданным, то значит, как ему надо служить? Дать ему возможность выполнять свое служение. Правильно? Теперь смотрите, запомните вот это такая аксиома. Служить преданным, это означает помогать в их служении Кришне. Вот это служить преданным. А это вы, знаете, мы начинаем придумывать, фантазировать, что означает служить преданным. Это простая вещь. Преданным хотят служить Кришне. Поэтому, если мы помогаем преданным в их служении Кришне, это и есть служение преданным. Но оказывается, преданным в нескольких категориях мы с вами уже узнали. И, соответственно, помогать им служить Кришне нужно по-разному. Если вы вдруг встречаете преданного, который бакта или стабильный бакта джана, если он реально понимает, что хочет от него Господь, каково его служение, уже даже не помню, или не служение, то как служить этому человеку? Если он стабилен в акте, совершенный, преданный, как ему послужить? Как вы можете ему послужить? Почему слушать это будет ему служение? Почему слушание его? Это будет ему служение. Потому что он хочет, чтобы вы слушали осознание Кришны, потому что он хочет сделать вас счастливым. Если вы его слушаете, то он очень радуется, потому что он чувствует, что он занят служением, которое Кришна просит. И, соответственно, если вы слушаете, это уже служение ему. А еще что-то так послужить сможем? Поучаствовать в его служении Кришне. Он соображает, что нужно делать. Он занят этим, он поглощен этим. Я не понимаю, что хочет от меня Бог. Я подойду к нему и скажу, а можно ли я как-то вам помогу в вашем служении Кришне? Поэтому, если есть совершенно преданный, чего в акте стабильно, или даже достигла духовной реальности, то тогда служить таким людям, надо просто слушать их и слушаться этих людей. В этот момент это самое лучшее, что мы можем ему помочь в его служении Кришне. Понятно, да? Если вдруг это бакта Джана, садаха, который следует за своим бактой, ну, если за духовным учителем, и он как бы искренне пытается практиковать чистое преданное служение, то каким образом послужить этому человеку? Спросить, что он хочет. Помочь ему в его служении духовному учителю. Это может быть какие-то материальные, то есть, там, что-то устроить для него, там, покормить его. Но что ему надо, на самом деле? Самое большое, вот, бакта Джана, что ему надо больше всего? Вдохновение. Вдохновение, вдохновение на служение Гуру. Если вы своим примером показываете, по-моему, как здорово будет слугой Кришне, на самом деле вы служите преданным. Это служение преданным. Если вы приходите и печально на служение Кришне, то вы преданным не служите. Вы их тянете вниз. Если вы говорите преданным, вот, мне очень вдохновляетесь. Когда кто-то энтузиастичен повторение святого имени в Киртаре, кому нравится Багута, смотришь, думаешь, вот это, спасибо, спасибо. Притом, этот человек может совершенно не давать мне пирожки. У меня есть такой друг, вот, он не знает, что он мой друг. Но он, я уже с ним не жил бы в одной комнате. У нас разные, плохие тела, мы, ну, скотч не могли. Но он мне нравится, очень нравится, как он серьезно от русских соседей Кришне. И он мне очень служит, очень вдохновляет. Чувствует себя в долгую, как я чувствую. А, но если мы встречаем Баг, которые еще не понимают, что такое чистая преданность, которые материалистичные Баг. Баг. Они даже еще и не просят о чистой Баг. Они просят о пирожках, о масле, о финиках, о валютках, ну и все остальное. Как же послужить этому преданному? Как же ему послужить, его служению Кришне? Не дать пирожок, это самое сложное преданное. Служить начинающим преданным, это самое сложное. Потому что помимо преданности, их еще много всего интересует. И если не дать им пирожок, он опирится, уйдет из создания Кришны. А если ему дать пирожок, то он может быть, он будет есть пирожок, и уйдет из создания Кришны. Вот это надо пушать, тут надо молиться. Вот это самая вещь, она требует самых больших мозгов. Как служить тем, особенно тем, кто еще не понимает, что такое чистая племенность. Кого-то надо избегать из них. Кого-то надо избегать, чтобы они не повредили свое сознание, что за оскорбение меня, да? Потому что, когда я появляюсь, у него лицо меняется. Но он начинает оскорблять. Если он меня оскорбляет, то получается, он деградирует. Чтобы он не деградировал, может быть, мне почаще, пореже и мое лицо ему показывает. Поэтому он не деградировал. Но будет мое служение этого человека. Понимаете? Внутри настроение служения. Уловили, да? Итак, мы приходим к Ваштару, ценим. Они редкие люди. Это редкие люди. Даже материалистичные преды. Редкие люди. Теперь, что с ними делать? Преды, если вы меня позволите, я ищу 15 минут погоду, потому что дальше ищу интереснее. Потому что сейчас до практики мы найдем еще. Самое интересное – это вторая часть. Это была первая часть. Теперь, смотрите, если мы приходим к преданным, должна быть одна мысль. Медаль выгодит. Я прихожу служить им. Смотрю чистый преданный – вот так служу. Преданный, который старается быть чистым преданным – вот так служу. Преданный, который еще не понимает, что будет чистым преданным – вот так служу. Это идеально, если не приходит. Но смотрите, какая проблема еще возникает. К сожалению, у нас еще у самих есть материальные ожидания. Вот если бы их не было, то тогда нет проблем. Служение валом всегда, всегда, всегда можно послужить преданным, но проблема в том, что я ищу кое-что хочу от этих преданных. У меня есть личные интересы, и вот это создает проблемы. И вот с этими личными интересами нужно быть очень аккуратными, потому как не все преданные могут исполнить наши личные интересы. И если мы начнем ожидать от него наискнуть интерес, я буду ожидать от него, что он мне исполнит, а может быть это не тот преданный, который может это исполнить, то тогда я обижусь. Поэтому важно понимать, какие личные интересы от преданных стоит ожидать, а каких не стоит. Вот служение стоит от всех ожидать, служите без проблем. Но если вы что-то от них хотите, иногда немного надо соображать, от кого чего хотеть. И что мы самое безобидное хотим от преданных, лично для себя, что мы хотим от преданных. Мы сейчас будем по мере угрубления наших ожиданий. что самое-самое безобидное и самое экологичное, что мы можем понимать. Самое совершенное служение. Ну что, чуть-чуть ниже служение, но это все-таки хорошее для них. Нет, это хуже. Вдохновение на сознание лично. Понимаете? Это мастив гуни благости требования. Это бахти благости. У нас мало бахти, я хочу, знаете, вдохновите меня преданным. Преданным. Идеально приходить к преданным. Не вдохновляться, а служить. Но проблема в том, что у меня мало сознания лично, у меня недостаток, у меня проблема. Мне нужно вдохновиться. Это моя проблема же, да? Я прохожу к преданным и говорю, преданные, вы должны меня вдохновить. И вот тут главное не ошибиться. Потому что вы с ним придете. Есть же разные преданные. А от каких преданных нужно ждать вдохновения? Старшие. Я сам вдохновлю. Нет, старшие не надо говорить слово старших. Потому что старшие разные тоже бывают. Нужно ждать вдохновения от тех, кто утвердился в бахте. Вам нужно найти человека, который стабилен в своем преданном служении. Лучше, если это совершенный преданным. Который испытывает любовь лишней. Его просто, знаешь, его не оттащишь от святого имени, да? Не оттащишь от Шима-Багава. Это все то, что у него ваше купение, да? Вот идеально, если такой. Но, по крайней мере, если он не влюблен к пришлю, он, по крайней мере, стабилен в бахте. И такого человека лучше всего принять гуру. Вот от этого человека надо ждать вдохновения. Надо вкладывать туда свою веру. И говорить, что ну вот, 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 вот он-то верит. Вот у него-то все нормально. Значит, все правда. Это правда. Я посмотрел на него и вдохновился. Я прихожу, и я как бы надеюсь, что он будет вести себя так? По-вайшнавски. Я надеюсь, что он будет так вайшнавски вести. Я прихожу, он ведет себя по-вайшнавски. И я вдохновлен, что, оказывается, так можно вести. Что, оказывается, вот так можно манну повторять. Вот так можно радоваться. Он прыгает на киртане. Это же ненормально для обычного человека. Это же говорит о том, что человеку нравится. Если вы хотите вдохновиться на кирта, ну, вот на него посмотрите. И вы поймете, там кто-то есть. Похоже, там все правда. Теперь, если вы приходите к начинающему прерыву. Он недавно присорился в сознании и пишет. Он повторяет мантру. Иногда. Иногда курит сигареты. Ну, как-то взбухнулся на. Все, приходит, закурил. Чего говорит, Гришне не курит, знаете? А вы приходите. И вот это предан. Да как же это так? Я так верю. Я пришел вдохновиться. А он курит. Ну, зачем от него ожидать этого? От него не надо это ожидать. Он может закурить. Может. Или преданное. Такие вещи говорят. Вот знаете, вот я там живу с преданными. Но он знаете, что сделал? Он меня вот... Он знаете, что мне сказал? Я не буду повторить, что я сказал. А что я? Я тоже ему это сказал. Он и с другими словами он говорил. Я принимаю этого президента, который говорит такие санскритские слова. Какие Кришна Проговоры. Обещал собрать все ругательства на санскрите. Ну, которые там Кришна ругают. Он на санскрите, знаете, он так выражается трехэтажно. И я тоже так буду. Тем самым я говорю. Я учусь сознанию Кришнего у этого человека. То есть я его гуру принимаю. То есть я считаю, что вот это нормально. И я вот тоже буду как он ругаться. Так он как Мангрика. Зачем? Зачем учиться у него сознанию Кришнего? У него не надо учиться сознанию Кришнего. Надо учиться сознанию Кришнего. И вдохновляться от того, кто. Тогда не будет проблем. Проблема возникает, когда мы приходим и ожидаем. А допустим, это если посреди идти. Бахтаджана. Там есть нюансы такие. Что если он достиг стабильности, это значит, что иногда он будет привык. А иногда он будет сидеть. Может не пилить, да? Он задумчивый. Вот у меня проблемы. Вот я не знаю. Жениться, разводиться. Вот. Это нормально. Ну, в кризисе у человека. Надо понять. Ну, нормальная вещь. Тут не надо разочаровываться в сознании Кришнего. Вот есть же у кого вдохновляться. А этот человек иногда вдохновляет, иногда его он вдохновляет. Тогда у нас не будет разочарований, да? Потом мы смотрим. Вот такие преминые. А что вы туда смотрите? Вы туда смотрите? Надо туда смотреть. Зачем туда смотреть? От них надо вдохновляться. Все они мы следуем. Что мы еще хотим от преминых? Что вы еще хотим? А нас надо относиться. Чтобы они ко мне по-человечески относились, да? Не верили, как я сказал. Чтобы они, знаете, ко мне как-то уважительно, да? Я же читал книги, как вайшнавы. Мне нужны такие. От кого это можно ожидать? От бакта и бакта и жанна это можно ожидать. Правильно? От бакта и жанна, если он стабильности достиг. Но если он не достиг стабильности, если он сам в процессе, это означает, что он сам пытается еще выйти на уровень каких-то нормальных человеческих отношений. Поэтому он говорит, вот преданные такие. Эти преданные, они такие. Они сами пытаются. Но если вы хотите, какие-то отношения, вот ожидания, вот такого, ну, надо смотреть, кого это ждать. Не надо ждать это от начинающих преданных. Понимаете? Валливается, вот эта вещь, она полезная. Вы понимаете, о чем это? Полезная. Знаете, еще, в чем мы ждем преданные? Мы хотим свою жизнь наладить? Семейную жизнь, да? Или вы еще собираетесь как-то под этим? Не с преданными это решать, это улики. Не с преданными. Вы на ком хотите жениться, выходить замуж? За преданными или не за преданными? То есть у вас есть ожидания, получается, от преданных? Это же корыстные ожидания. А вы хотите с преданными какие-то дела делать, не? Фестивали организовывать, деньги вместе зарабатывать. Хотите, да? Так это же материальные вещи. Материальные, материальные. Это ваша потребность. Вы хотите деньги, чтобы им. А преданных надо ждать только одну вещь. Служите им. Вы хотите, чтобы какие-то деньги приходили, да? А с кем? Ну что, это идти в материальный мир? Тогда там с материалистами можно это делать. Мы хотим это с преданными делами. Теперь смотрите, у нас есть эти потребности. Еда, сон, совкупление, оборона. Есть потребности. А куда от них делись? Теперь получается, что я жду еда в преданной? Я жду еда в преданной. А я должен ждать от них только служения. Налю, по крайней мере, вдохновения. Но я жду эти вещи также от преданной. И я никуда от этого не денусь. Но надо соображать, от кого ждать, каких вещей. Понимаете? Потому что иногда какая-то есть такая понимация, что надо зависеть от преданной. Я во всем зависеть от преданной. И приходит, как будто бабка, которая пришла два дня назад. Я буду зависеть от тебя, без которой надо зависеть от преданной. Вы должны себя накормить, одевать, мой ум как бы проверкивать, да? Услушивать меня, эмоционально поддерживать. Я же зависел от вас. Вы должны все это со мной делать. Это же глупость. Правильно? Это же нельзя ожидать. Поэтому смотрите, как надо с этими вещами, чтобы мы не обижались на преданной. На эти вещи есть одно из двадцати первых панк, от преданного суждения. Одна из них есть. А вторая в десятке. Прямота в отношении. Прямота в отношении. Дела в мирских делах. То есть если... Спасибо за один пример. Если вы хотите что-то от преданной. Ну, хорошую комнату. Ну, допустим. Вы приехали на фестиваль. Вы ожидаете, что будет хорошая комната, да? Для вас это важно. Не, вы можете, конечно, говорить, мне все равно, да? Мне все равно. Вот как бы хоть под забором. Если вам реально все равно, нет проблем. Но если вам вдруг не все равно, что с этим делать? Что с этим делать? Первое. Надо сначала понять. А эти люди, в принципе, могут мне это обеспечить? Ну, как-то немножко мозги включить, да? И посмотреть. А есть такая опция вообще? Они как-то заявляли об этом. Нет. А вторая вещь. Надо об этом сказать. Надо, если это болезненная вещь. Что, что касается денег, да? Эта вещь, она болезненная. Поэтому такие вещи надо прояснять правильно. И мы договариваемся с преданной. Допустим, преданной начинает бизнес вместе делать. Во-первых, надо посмотреть заранее. А он вообще с кем-то бизнес у него получался. Да? Кто-то в живопус лет. Он вообще умеет это делать. Не обманывал ли он? Это нормально. Он преданный. Я его уважаю. Высить, я хочу. Если я только служить ему, таких проблем нет. Я же от него что-то хочу. Что-то вот существенное я хочу. Материальное. А ты посмотреть. А может ли он вообще, в принципе, нет? А вторая вещь. Надо обязательно договариваться с преданной. Сколько раз это было? Преданные обижали друг друга в бизнесе, да? Занял деньги просто. А что мы не возвращаем? А что надо было возвращать? Нет, ну подождите. Ну, нет, мы же преданные. Вот именно, мы же преданные. И что? И они подразумевают. Мы преданные, значит, мы должны быть чистые преданные. Ты должен дать мне все. А ты думаешь, ты должен отдать мне все. Это неправильно. Правильно. Это мы говорим. Мы же преданные. И поэтому так мы преданные. Мы не хотим друг друга обидеть. И чтобы мы друг друга не обидели, у нас же есть ожидание. Помимо чистого бахта, у нас есть конкретные ожидания друг по другу. Давайте мы их проясним. Почему люди не проясняют? По трех причинам. Первое, они чистые преданные, но им все равно. Второе, это глупость просто. Просто глупость. А третье, они хотят обмануть его. Из-за обмана. Он говорит, мы сейчас, если договоримся, то мы будем знать конкретно. А вдруг я могу больше взять? А вдруг он даст больше? Мы говорим, не цена, а мы говорим, ну вы можете пожертвовать сколько хотите. Сам думаю, он, наверное, больше даст. Он говорит, о, сколько хотите? Могу дать меньше. Это рубль. А что ты так мало дал? Сказал, сколько хотите. Если ты конкретно хотел, то мне скажи конкретно. А если не конкретно, то, пожалуйста, когда вы все равно. Это просто состояние от них, да, вы вольте. Вольте, да, люди обижаются из-за этого. Поэтому что вы не обижаете? Нужно что сделать? Если это болезненная вещь. Если вам все равно, вы готовы на любой результат. Просто хотите послужить. Тогда ничего не выгодят. Приняйте, вы поняли же результат. Но если вам больно будет, если для вас это какая-то вещь несущественная, то не обижайте премиум. Своим неправданным ожиданиям. Вы просто проясните. А вот я гляну вашим, а как я буду, если я заболею, что если я хотя бы буду жить? А если я вот это, а как... Ну, проясните существенные вещи. И когда мы проясняем, если меняют и не устраивают, то тогда не надо это делать. Но если мы прояснили, и меняют и устраивают, то тогда надо это делать. Точно такая же вещь, что касается отношений между мужчиной и женщиной. Длинная тема, я две-два слова скажу. Мне просто понравилось интересное у меня друг. У него родители протестантские фото-бедики. Они занимаются своей небольшой общиной, там община 200 человек. И они занимаются тем, что женят молодых людей. Они когда видят, что кто-то там начинает как-то смотреть друг на друга, они их сразу ловят. И проводят с ними 10 занятий. Этот курс, который они проводят, уже ему 200 лет. Это проверенный 200-летний давности курс. Из 10 занятий. И этот курс написан, знаете, кровью. Разводами. То есть каждое правило, это чей-то развод. Знаете, как устав военный, каждое правило, это чей-то смерть. И вот это 10 занятий. Они просто их стали. И они проясняют с ними все. Они же любовь, понимаете, у них любовь. Или там много же любовь, зачем? Это же неприлично спрашивает. У нас любовь, просто любим. Если бы они просто любили, тогда проблем не было. Но у них же ожидания есть, которых они не гоняют пока. Потом будет поздно. И они проводят 10 занятий. И вот после этого, когда они все это проясняют, они либо расходятся, либо живут не разводятся. Это же здорово. Ноль. Представляете? Ну там есть. У нас тоже есть такая. Просто только делаю. Любовь. Понимаете? Но преданным сколько говоришь? Вы подписываете договор. Если деньги, если там большие деньги особенные. Пишите. Замеряйте. Контракт делайте. Но вы же преданным. Вот именно вы же преданным. А это значит, надо себя вести прилично, а не обманывать. Вот несколько важных вещей. Тема может продолжаться. Но я вам все это рассказываю, так как нам придется жить с преданными. И здесь еще и в духовной мире. Коста нет? Вы преданы. Если бы это были обычные люди, преданы же не обычные люди. Кришна очень к ним бережно относится. Даже к тем, кто на террористическую преданность. И если мы их как-то неправильно с ним ведем, если мы их оскорбляем, если мы не видим их преданность, посмотрим к тому, какой нос у него. То есть слово неправильное отношение. Это оскорбительная вещь. Нужно видеть, ценить их за преданность. Но нужно правильно строить с ними отношения. И самое важное, что мы должны, это служить преданным. Вот это всегда, всегда служить. Но если у нас есть какие-то, к сожалению, еще свои ожидания преданных, ну, связанные с делом, еще как-то, да? То, чтобы не обидеть преданных, надо сначала понимать, от кого вот эти материальные вещи можно просить, и договариваться, чтобы мы проясняли эти вещи, чтобы это не мешало нам слабому вещь служить этим дошла. Если мы будем так делать, то, знаете, будет меньше обид на преданных. Все обиды просто из-за того, что мы глупые и не понимаем, кто такие преданных, ничего от них дают. Вот и все. Потом обижаемся и говорим, Кришны плохой. Кришны, ты такие, и он такой же. Нет. Поэтому давайте этим пользоваться. Еще два слова скажу, последнее. Вчера просто подошли ко мне, спросили, вот книгу купили, говорят, вообще с ним делать. Я два слова скажу. Смотрите, вот этот диск, второй, который, да? На самом деле, вот его достаточно одного, эту книгу, вот этот диск. Вам нужно просто послушать одну лекцию, есть 20 лекций, слушать одну лекцию, читаете одну главу здесь, проходит, там все объясняется, это же лекция, два часа. Там все объясняется, что на картинке, какие у вас есть, эти моменты, и вам надо еще почитать одну главу Бога 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 Бога. То есть комплект, одна лекция, один раздел, и одна глава. Вот таким образом это надо делать. 20 здесь лекций, 20 недель, 20 там еще, как-то там это будет, и вы будете знать всю родину, все философские моменты, по-моему, да, и еще одна вещь, вот тут вот этот диск, который, книги, да, вот этот, в принципе, если у вас этот есть, то его можно и не слушать, вот этот маленький, здесь просто описание иллюстрации, просто описание иллюстрации, попробуем, здесь уже тоже это есть, но если вы хотите его послушать, я тут обнаружил, что они на всех компьютерах неожиданно вам читаются, поэтому, здесь в начале книги, в начале книги, вот здесь, есть мой адрес электронный, вы просто мне напишите, не читается, а я вам пишу в ссылку, я же объяснял, какой не читается, вот это, вот это, у кого-то читается, а у кого-то не читается, ну просто кому-то еще это хочется послушать, вот, вот сейчас появилась вот эта, здесь, в принципе, более полный вариант, ну вот, я сегодня говорил, что, чтобы не было не обратных ожиданий, а, 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 Аликришна, дорогие предыдные, пожалуйста, не расходите, у Варшаны Прабу есть объявление для вас. Здесь, здесь. Аликришна, послушайте, пожалуйста, одну минутку. Завтра у нас день развлезда, завтра будет закрытие. И обычно, как происходит, когда закрытие, все подходят, попрощаться с Махараджем, и, и, ну, Продолжение следует...